Всем привет! Я Михаил Гензелев, и это «Точка принятия». В данном формате мы поднимаем важные для общества вопросы и выслушиваем два диаметрально противоположных мнения от экспертов, чтобы в конце сформировать свою собственную позицию. Нужно ли вводить сексуальное образование в школах России? Этот вопрос уже много лет вызывает бурные дискуссии. Эксперты и общественники разделились на два лагеря. Одни считают, что это развращение молодого поколения, другие видят в этом неотъемлемый способ борьбы с инфекциями, в том числе с ВИЧ, а также с ранней беременностью. Кто же прав? Разбираемся вместе с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях народный артист России, дедушка семерых внуков Александр Пашутин. Здравствуйте! Добрый день, здравствуйте, Маша. И телерадиожурналист, мама пятерых детей Мария Чугреева. Здравствуйте! В качестве специального гостя мы всегда приглашаем человека без четко сформированной позиции по обсуждаемой теме. И именно ему в конце предстоит определить, кто же из наших гостей был убедителен. Давайте поприветствуем драматурга, театрального продюсера Анастасию Ермолову. Здравствуйте! Интимно-сексуальная сфера является неотъемлемой частью человеческих отношений. Но из-за табуированности темы физиологии взгляды на осуществление полового воспитания в современных школах неоднозначны. У каждого из наших экспертов будет время на то, чтобы высказаться по этой ситуации с той или иной позиции. Но после чего другой эксперт сможет этот тезис оспорить. Начинает Александр Сергеевич, прошу вас. Ну, на мой взгляд, конечно, школьникам, скажем, вот восьмого, девятого класса уже можно что-то об этом говорить. Но если бы я был директором школы, что бы я сделал? С девочками должны говорить педагоги женщины, а с ребятами, с мужчинами должен быть педагог, ну, скажем, по физической культуре. Потому что вместе их нельзя, иначе будут и шутки, и смех, если это серьезная тема. Мне кажется, вот таким способом тема деликатная. И очень многое зависит, мне кажется, от того, кто, какой педагог будет им это объяснять. Вы знаете, сегодня телевидение, и дети переключают, и видят столько порнофильмов. То, чего раньше, вот скажем, вот в мои годы этого не было. И, конечно, он смотрит оттуда, получает информацию от этих фильмов или от этих передач. Ну, и как-то вот его все равно, его нужно, ребенка, это такое же воспитание, его нужно вот в эти рамки как-то аккуратненько провести. То есть структурировано, да? Чтобы это было как-то определено в методичках, как это по другим предметам изложено. Конечно. Как это погружение осуществляется. Мария, вам есть что возразить Александру Сергеевичу? Есть что возразить. Я, как магазетная мама, могу абсолютно уверенно сказать, что в школах водить половое воспитание не надо. Я объясню, почему. Потому что, например, в Швеции половое воспитание введено с 1955 года. В Америке тоже уже очень давно. В Германии также. В Нидерланды чемпион по либеральным взглядам, по ЛГБТ, по гомосексуальным связям, однополым бракам. И на самом деле то, что мы сейчас имеем, развращение молодежи, катастрофическое. Это как раз приход этих западных технологий в нашу жизнь, этих самых фильмов, о которых идет речь, и интернет-контента, и детей надо от этого защищать. Я не буду говорить, что в России секса нет, как когда-то сказали, что в СССР секса нет. Безусловно. Поскольку понятно, что это неотъемлемая часть нашей жизни, невероятно важная. Но ее нельзя подавать лишь бы как. А в школах, вы понимаете, как ребенок устроен? Вот ты ему скажешь А, он хочет узнать дальше Б, а дальше В. Ему даешь затравку, какую-то информацию, он тут же полезет в интернет и будет копать дальше. И восьмой, девятый класс все равно, они как бы будут черпать еще из других источников знаний. Вот эти знания. Я рискую предположить, что восьмой, девятый класс занимаются сексом. Не могу сказать, что со стопроцентной весь класс, но только треть, а то и половина класса. Поэтому мне кажется, что педагоги, которые знают своих учеников порой лучше, чем их родители. Не знают. Ну не знаю, но смотря какая школа. Поэтому они как раз вот могут направить девочек или там, если это, вот как я вижу, если это педагог по, значит, тому самому, тренер, по физвоспитанию, он ребятам может как-то найти с ними общий язык, их направить в нужное русло. Ну а другого выхода я просто не вижу. Давайте продолжим тезис Марии. Почему она против сексуального воспитания в школах? Ну, во-первых, это приход вот этих псевдолиберальных ценностей, свободных ценностей из Запада. Во-вторых, я уверена, что у нас нет тех педагогов и тех возможностей преподавания полового воспитания, потому что надо преподавать семейное отношение. Вообще надо преподавать культ семьи и ответственное отношение к браку, а не половое воспитание. Это совершенно разные вещи. А физиология – это как часть любви, как часть семьи. Нельзя это отдельно, это нельзя отделять от общенравственных каких-то вещей, о которых у нас в школе вообще не говорят абсолютно. И в данном случае мы имеем конфликт не просто точек зрения, а конфликт поколений, потому что когда, условно говоря, Александр Сергеевич воспитывался и был подростком, совершенно был другой уровень нравственности, нравственности и морали в обществе. В советское время было стыдно разводиться, было стыдно остаться матерью-одиночкой. Безусловно, они были, да, но количество разводов сейчас 70%. Это официальная статистика. 70% разводятся из тех, кто вступает в брак. И, знаете, у меня даже такая была немножечко теория, может быть, странная, не знаю, но в советское время, когда были малогабаритные квартиры, приходили люди на 6-7-метровую кухню, извините, сталкивались с пинами или чем-то еще, и мирились невольно, потому что, ну, как бы они жили вместе, общим бытом, сейчас у каждого свои квартиры, у каждого свои машины, абсолютно семейный институт утрачен, и половое воспитание, оно еще больше будет развращать наших детей, разобщать, и семейные ценности, так рухнувшие окончательно, будут еще больше просто падать в нашем обществе. Я абсолютно уверена в этом. Я не согласен. Почему? Потому что, когда вы говорите о семье, вот ребята собираются, у них у кого-то день рождения, Новый год, какой-то праздник, еще семьи никакой нет. Собираются молодые, которые там в 9-м, в 10-м, в 11-м классах, они еще не думают ни о какой семье, ни о чем они не думают. Но зов пола, все равно вот это есть, от этого вы никуда не уйдете. Какая семья? Это первые шаги, первые шаги к семье. Поэтому, конечно, надо их обязательно, чтобы они знали, как, я не знаю, предохраняться или как себя вести в этой ситуации. Надо подходить к этому вот так, как есть, а не умозрительно. Я не против чувства пола. Я за то, чтобы родители доносили эту информацию, они в школе непонятно какие педагоги, непонятно как, непонятно какими методами. Потому что совсем недавно мне рассказывали две истории абсолютно реальные, когда в одном классе московской школы учительница стала преподавать что-то подобное тому уроку, о котором мы сейчас говорим, это сексуальное воспитание или половое просвещение. И она стала показывать картинки, иллюстрирующие однополый брак в какой-то западной стране. И в конце сказала такую буквально вещь дословно. Но каждый волен принимать решение сам. То есть что это оставляет? Право свободы выбора этим школьникам. Она вроде бы осудила тем, что показала. Во-первых, не надо это показывать. Не надо лишний раз детей провоцировать на видение вот этих вещей. А во-вторых, она потом также дала им свободную волю. Пожалуйста, ребята, вы можете делать то же самое. То есть вас никто не ограничивает. Вот какие ремарки могут быть в результате вот этих половых уроков, уроков этого полового воспитания. Потом дальше неизвестно, какая будет оценка. Вам сначала расскажут, как устроен мальчик или девочка, а потом скажут, что мальчик может стать в определенное время девочкой, а девочке в определенное время стать мальчиком. Как сейчас приходят на Западе дети из школы, и в школе их спрашивают, кем ты хочешь быть. Но это же катастрофа. Это же страшно вообще, к чему пришел мир сейчас. И второй пример, если позволите. Женщина надела на себя макет латексной обнаженной женщины. И да, реально, ну представьте эту картину, да? И стала показывать детям на себе устройство. Я просто стал, зачем латексное, если можно было так. Ну можно, вот она не решилась, видимо, раздеться. Посчитала это совсем, конечно, китчем. Но надела вот этот латексный костюм и стала на себе показывать устройство половых органов и того, как это должно все выглядеть. Дети сошли с ума, понятно, да? Что дальше был большой скандал в школе и так далее. Но тем не менее, те родители, которым это все не понравилось. А может быть, кому-то это и понравилось. Ну представьте себе. Это какая-то дикость. И потом, кто может это преподавать? Школьные педагоги, простите, разведенные женщины, в большинстве своей матери-одиночки. Учителей физкультуры сейчас в школе нет. Практически мужчин практически не осталось в школах. Я за то, чтобы все-таки родители, родители как-то аккуратно, это тоже большой вопрос, тоже нет единодушного мнения, но аккуратно как-то детям это все доносили. Причем в одной семье, вот у меня, например, одни дети более раннего развития, другие более позднего. И надо смотреть, какому ребенку можно о сексе говорить, допустим, в 10 лет, а какому-то уже в 13-14. Потому что он не спрашивает, ему неинтересно. Он может до этого возраста еще даже как бы и не задумываться на эти темы, а думать о том, как интересно играть на фортепиано, заниматься спортом и так далее. Он недорос еще морально, до этого недорос, физиологически недорос. Поэтому это очень-очень индивидуальные вещи. И как-то подходить, вот давайте ведем половое воспитание, а все это идет в Запады. Абсолютно в Запады, это оттуда. Я за то, чтобы родители аккуратно доносили эту информацию именно в момент готовности, какими-то определенными словами. Может быть, посоветовавшись с подростковым или детским психологом, с православным, со священником, как это правильно делать. Уровень развращенности молодежи сейчас катастрофический. Если говорить, опять же, по статистике, то 13-15 лет у всех уже есть практически, у всех есть партнеры в школах. И если кто-то скажет, что как хорошо выйти замуж, будучи девственницей, поднимут на смех, будь то общество сорокалетних женщин, будь то общество девятиклассниц, это просто неприлично в современном мире выходить замуж девственницей. Представляете, до чего вообще дошло сознание. Ну вот, кажется, это, конечно, какие-то страшные вещи. Целомудрие – это стыдно. Стыдно быть целомудренным сейчас. Вот в чем дело. Ну, я не знаю. Я отставиваю свою точку зрения, что нужно обязательно это объяснять, потому что потом это все-таки связано еще, если мы сегодня не только там развращение, или там неправильно, это еще связано со всякого рода венерическими болезнями. Это тоже очень важный такой аспект всей этой истории. Поэтому это тоже надо объяснять. Но не каждая мама и не каждый папа это объяснит своему ребенку по-разному, потому что иногда приятель или приятельница расскажет гораздо больше, чем мама и папа. Давайте завершим первый раунд. Я пока не могу вступать в дискуссию. У нас для этого будет раунд за номером три. Анастасия, кто был вам ближе по позиции, по аргументам? Ну, мне, конечно, ближе позиция Александра Сергеевича, но если мы говорим о том, что нужно давать, то я думаю, что это должно касаться не только защиты, как предохраняться от ранней беременности и от инфекций, но никто, например, девочки, пока не попадают в роддом, они не знают, как проходит беременность, как проходят роды. То есть я думаю, что это тоже часть вот этого должна быть сексуального воспитания, потому что мальчики не знают, как устроен женский организм. И есть только вот этот стереотип, да, что во время там менструации женщины сходят с ума и с ними что-то странное происходит, как бы парни просто не знают, что происходит. Вот это для меня, например, очень важный момент. Даже важнее, чем профилактика там инфекции и защита от там нежелательной беременности, потому что это, в принципе, можно за одну-две лекции рассказать. Это не такой глубокий вопрос. Я все не могу перестать представлять своей учительнице биологии в латексном костюме, поэтому давайте скорее перейдем ко второму раунду. Когда начинать сексуальное воспитание? Чтобы и не рано, и не поздно. А самое главное, кто должен выполнять функцию просветителя в этом вопросе? Мы продолжаем разбираться и переходим к следующему раунду. Мария, вы начинаете второй раунд. Ну, я продолжу свою мысль, значит, и в первом раунде, что воспитывать и просвещать должны родители. И родители должны сами понимать, что сказать ребенку. Они должны четко сформулировать в своем сознании, в своей голове и вербально, как правильно донести эту, в общем, несомненно важную информацию. Кстати, однажды мой сын пришел ко мне, младший сын, ему было лет, наверное, 9. Он сказал, мама, откуда берутся дети. Вообще-то я уже все знаю, но поясни мне, как. И вот это вот что-то я уже знаю, но понятно, что они уже что-то нахватались от тех же самых друзей, школа. Тогда не было так силен интернета, не было так много всяких сайтов, где можно получить эту информацию не совсем как бы в корректной форме. Но тем не менее, кто-то из детей, как я уже сказала, более позднего развития, но тем не менее родители. Но с родителями тоже надо работать. Родителей тоже надо обучать тому, как подать детям правильную информацию о сексе и половых отношениях. И я еще в данном случае отстаиваю точку зрения Русской Православной Церкви, которая тоже категорически против вот этих уроков полового воспитания, в силу того, что интерес, еще больше вырастает у детей интерес к этой сфере, если им об этом говорить и если им добавить эту информацию. Точно так же, как, например, наш замечательный адвокат Павел Астахов. Афон против. Это входит в закон о вредной для детей информации. Вот это все, как бы, половое просвещение подпадает под этот закон. То есть не надо детям это давать вот таким вот образом. Может быть, целенаправленно, что ли, я не знаю, централизованно. Ну, вопросов очень много. На самом деле, то, с чего вы начали, абсолютно верно. Эта тема табуирована, очень много мнений, и мнения не сходятся, и до сих пор нет единого мнения. И в православной среде даже нет единого мнения. Но, тем не менее, вот я все-таки за консервативный подход, за то, чтобы семья говорила, как, чтобы все-таки мы как-то немножко приходили в русло классической, традиционной христианской семьи. И я поддерживаю точку зрения протерия Александра Ильишенко. Может, меня сейчас тут закидают камнями. Он заранее браки. Вот почему заранее браки? Потому что пубертат, не надо никому объяснять, что это гормональный всплеск. Иногда ни девочки, ни мальчики не справляются, действительно им хочется поцеловаться, обняться, там, все на свете. И вот этот вот гормональный вброс, он настолько силен, что, конечно, мозги отключаются, и тут, ну, они не могут своим телом совладать. И вот почему ранний брак? Потому что все равно они начинают раннюю половую жизнь. Они все равно уже фактически живут. Но мы говорим как? Вы поживите, а потом вы посмотрите, нужен ли тебе этот мальчик или не нужен, там, или девочка. Давайте вот вы попробуйте, и начинаются какие-то съемные квартиры или квартиры у родителей. А мы не готовы, а денег у нас нет. А может быть, создать условия для вот этих молодых семей. Ну, пускай она выйдет замуж в 18. Я не говорю о 15-16. Ну, после школы очень много школьных браков. Кстати, они не очень плохие. Иногда есть семьи, которые со школы прекрасные, семьи живут всю жизнь и вспоминают, когда они сидели на соседних партах. Но если такая любовь, если они уже живут половой жизнью, пусть они официально вступят в брак. Родители, поддержите эту молодую семью. Поддержите, пускай рождаются дети. Но в конце концов, молодая бабушка не пойдет на какое-то там, на какое-то мероприятие светское, посидит с ребенком. Пускай у него будет много детей уже там к 30 годам. И, кстати, тот же самый Александр Ильишенко очень забавно ответил на этот вопрос, когда я у него спросила вот насчет полового воспитания. Мы с ним общались. А на минуточку у него 12 детей, 52 внука. И он сказал, ну, у меня не было полового воспитания. Мы как-то догадались, как делать детей. Ну, конечно, как-то догадались. Почему нет? Поэтому, может быть, и разрешить вот эти ранние браки именно поддерживать в обществе, чтобы они, ну, официально стали мужем и женой, чтобы потом мальчик не сказал, вот ты мне надоел за 5 лет проживания с тобой, я пойду к следующей. Это же страшная травма, когда они начинают жить половой жизнью, потом вдруг что-то не получается, и девочка настолько потом... Ну, и мальчик тоже травмирован. Потому что они вроде бы прибывают жить вместе, это тоже такой вариант семьи, потом они разбегаются, и вроде бы и семьи не получилось, и отношения уже были, это тоже все неправильно. Вот, ну, по крайней мере, я за классическую семью. Александр Сергеевич, из того, что сказала Мария, есть точки возражения? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вот вы говорите там, это так редко бывает, когда я знаю такие пары, когда со школьной скамьи это все индивидуально. По-моему, вообще, самые такие устойчивые браки все-таки, когда женщина младше мужа, ну, по крайней мере, на семь, на восемь лет, он должен быть старше ее, первое. Второе. Если вас не устраивают там учителя, которые могут, как я говорил, отдельно поговорить с девочками, отдельно учить, или с мальчиками, пожалуйста, дайте заработать врача, пригласите в школу врача нормального, который мог бы объяснить, как врач, как врач гораздо более, так сказать, объемно, что это, чего это отдельно. Ну, сексолог, в конце концов. Сексолог, конечно. Дайте заработать врачам. Школы сейчас у нас не бедные, это не 50-е годы. Там за какую-то, за гонорар, нормально, за нормальную оплату будут приходить врачи, и тогда дети, к ним будут более откровенно с ними, и это будет звучать более весомо, что ли, и аргументированно. Врач в школе, мне кажется, это нормально. Это нормально. Все равно надо объяснять, как таблицу умножения, что дважды два, это четыре. А вот я перепасую вам, Александр Сергеевич, вот Мария сказала о том, что чем больше информации, тем больше хочется о сексе, тем больше хочется сексом заниматься. Ну вот если так получается, если мне рассказывать о еде, например, мне будет больше хотеться есть, или осенне мне будет больше хотеться спать, о каких-то естественных инстинктах моего организма. Нет, Маша не права. Почему? Потому что это зов природы, хотим мы этого или нет. Люди индивидуальные, у кого-то это может быть гормональный всплеск, начаться там в 14 лет, у кого-то в 18, а у некоторых в 25 он не начинается. Потому что это все равно человек индивидуальный, так нельзя подходить вот только с этого возраста. Все люди разные, и девочки разные. Какой-то девочке хочется этим заняться, ей интересно это в 14-15 лет, а какой-то отличницы, условно говоря, в очках, ну так, извините, там как по фильмам, ей в 24 года это не интересно. Все посмотрели на нашу одну зрительницу в зале. Нет, в очках никого нет. Извините, ради бога, никого не хотел видеть. Нет, нет, мы смеемся. А видите, я просто в силу своего богатого жизненного опыта... Вот. Вот, ну, главная позиция Марии здесь, что этим должна заниматься семья. Это пускай семья делает. Почему не семья? Почему надо это делегировать в школе, по-вашему? Ну что, они могут задавать какие-то вопросы маме и папе, они не зададут эти вопросы, которые их волнуют, а врачу они эти вопросы зададут, потому что тех же девочек осматривает не мама и папа, а врач. И они с врачом будут более откровенны в каких-то своих проблемах женских. И ребята будут откровенны с врачом, с мужиком. Они скажут, папа, а вот у меня там-то... Он может постесняться. А врачу он расскажет, какие у него проблемы. Поэтому врачей надо в школу тогда. По поводу родителей, которые не могут объяснить, или дети, которые не придут к родителям. У меня возникает вопрос, почему тогда нет доверия к родителям? Почему есть темы, табуированные в разговорах с родителями? Значит, это вопрос к родителям, которые не выстроили отношения с своими детьми, которые могут прийти и сказать, а почему у меня наступили критические дни? Или а почему у меня... И когда, и что это такое? И почему вот мальчик меня поцеловал, а мне хочется нечто большего? Или у меня там мурашки побежали, к примеру. Почему девочка не придет с этим вопросом, мамик своей. Я считаю, что можно, да, я закончу, что есть определенная, да, вот степень родительской любви, да, много споров, как наказывать, не наказывать, но в любом случае все ошибки своих детей надо принимать. Надо принимать ребенка с его проблемами, с его болезнями, с его вопросами, с его какими-то нерешенными задачами. Он должен приходить в семью, и он должен знать, что здесь его не оттолкнут, не унизят, не обидят, не скажут отстань мне, когда у меня тут чайник, да, или там картошка варится, иди погуляли, спроси у подружек, он должен приходить домой. И если беременность, говорю, не дай бог, дай бог, да, если вдруг даже девочка беременна, я говорю старшим, если такое случилось, мы будем рожать, мало ли что. Домой в семью, и у меня есть прекрасный пример, когда дочь моей подруги родила, молодой человек отказался от нее, ну, как часто бывает, не захотел продолжать отношения, он ушел, вся семья поддержала, девочка из многодетной семьи, их четверо, поддержала. Мама поддержала, папа, старшие братья сказали, что-то мы будем рожать, она родила прекрасную дочь, красавица, умница, изумительный ребенок, через два месяца после того, как она родила, она выходит замуж за чудесного мальчика, который любит, ну, молодого человека там, я говорю, мальчика, который любит эту девочку, любит дочку моей подруги, и все замечательно, они женятся, вот сейчас поженились, вернее, не собираются обвенчаться, ребенок вообще не помеха, абсолютно. Это бонус. Это бонус, конечно, дети должны приходить к родителям и говорить, вот я влюбился, у меня такие-то чувства, я тут ощущаю, может быть, есть момент неловкости, может быть, но тут вопрос к тактичности родителей, вот надо очень аккуратно с ними говорить, не переходить грань, когда ты подружка, подружка, и в то же время не быть ментором, да, не учительствовать. Это вот тоже психология должна быть определенная. Родители надо готовить, мы все еще такие родители, так себе, потому что мы не знаем, как с детьми нашими общаться, они очень взрослые, сейчас такие взрослые дети, они настолько совершенно другие, нежели вот поколение Александра Сергеевича, и просвещенные, и излишне информированные, и в какой-то степени, извините, развращенные, поэтому время сейчас очень тяжело, им самим тяжело в этом времени, у них нет рамок, в которые, в котором им комфортно, да, их общество все время эти рамки расшатывает, телевизор, интернет, друзья, знакомые, там, какие-то вот западные веяния, ну, я не то, что говорю обо всем, да, не все плохо, безусловно, но в основном у них очень вот эти вот рамки расширены, излишне, вот, я бы их судила. Я не согласен, почему, потому что мама, это такой козырь в отношениях между мамой и, скажем, дочкой, потому что мама потом может этим укорить, мама потом может это ставить в вину, а врач нет, а врач нет. Не надо укорять и ставить в вину, надо объяснять. Но это разные мамы, порой девочки подругам рассказывают больше, чем маме и папе, и это часто бывает. Фильм, был замечательный фильм Райсмана «А если это любовь». Потрясающий фильм, вот, вот там эти тоже отношения, она не могла сказать маме, а у нее мама была такая, которая с сковородкой по башке и все, ах, ты беременна, а врач к этому иначе отнесется, иначе отнесется, прийти, сказать маме или папе, ты знаешь, папа, мама, а я беременна, что это, взрыв будет, в каждой семье по-разному, а к врачу она придет, врач успокоит, скажет, давай посмотрим, давай обсудим, мы, это останется между нами, понимаете, поэтому я считаю, что только в этой ситуации, только надо идти к врачам, и они более подготовлены, и это будет, на мой взгляд, правильно, по крайней мере. Это моя точка зрения. Родители, не все такие родители продвинутые, что вот девочка забеременела, и ах, давай, нет, 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 часто бывает это как раз наоборот, как ты посмела там, ну, в общем, мы все это и по фильмам знаем. Прекрасный фильм, вам и не снилось, о ранней влюбленности из моего детства, замечательный фильм, когда все родители были против, но все равно они в итоге остались вместе, там уже нет, конечно, никаких постельных сцен, там просто любовь, но понятно, что они хотят быть вместе, независимо ни от кого, и он прыгнет из окна, только бы быть с этой девочкой. Ну, они-то шли против течения. Родители-то их не поддержали. Значит, родители дураки. Значит, родители дураки. Правильно, так о чем мы сегодня говорим? О чем мы сегодня говорим? Что родители-то их не поддержали, хотя родители вроде бы там не такие глупые были. А если, скажем, это в каком-нибудь, ну, там, скажем, не в столице, а в каком-нибудь уездном городе, и с девочкой такое случилось, это вообще... Нет, нет, я прав. А вот мы сейчас узнаем, завершим второй раунд и услышим мнение Анастасии о том, что произошло у нас на протяжении этих нескольких минут. Ну, я, конечно, согласна с тем, что иногда родители и дети бывают настолько неблизки, и что, ну, катастрофичные, конечно, нужно стремиться к доверию в семье, но все-таки тоже должен присутствовать чужой человек, который вот как доктор, который по фактам будет, ну, ситуацию разбирать, да, а не... И не навредит... Из эмоционально. Из лишней, да, эмоции. Ну, все-таки, я так понимаю, склоняетесь вы к позиции Александра Сергеевича. Да, но, например, если там девочка немножко не вовремя там забеременела, чтобы она и маме сказала, но к доктору пошла отдельно. Без мамы. Мы все пытаемся создать какую-то идеальную ситуацию, которой не бывает, но обсудим и идеальные, и неидеальные ситуации в третьем раунде. Спасибо большое. Итак, мы начинаем третий раунд. Наши эксперты высказались, ответили на вопросы друг друга. Самое время мне присоединиться к беседе более активно. Мария, у меня больше, конечно, вопросов к вам, потому что вы больше говорили, и я видел какие-то несостыковки для себя. Вот смотрите, вы говорите, что доверять такую историю какому-то чужому человеку, говорить с моим ребенком о таких важных вещах, но мы же делегируем учителю, в общем-то, полномочия воспитания, в том числе нравственности, какого-то духовного мира, там, учителю литературы, классному руководителю, ну, по крайней мере, когда я был в школе, было примерно так. Почему эту сферу мы должны отделить? Ну, наверное, более судьбоносная она все-таки, эта сфера. Мне кажется, что действительно очень важно, когда вот такие комментарии, как в том примере, который я привела, что вы сами можете выбирать, ну, не знаю, мне бы страшно было. И вопрос, кто будет преподавать, как-то все-таки у меня на этот вопрос до сих и до сих пор нет ответа. Но вот то, что предложил Александр Сергеевич по поводу того, что я понимаю, что достаточно странно взять вот упомянутую биологичку и сказать, а теперь, Марья Ивановна, вы будете еще преподавать и сексуальное воспитание на вас. И она не знает, как к этому подойти, и она стесняется, и эти лбы здоровые, которые чувствуют, что она стесняется, начинают над этим потрунивать, тема щекотливая и так далее, если, правда, взять человека с медицинским образованием, который об этом говорит, как упоминала Анастасия, просто как учитель биологии о тычинках и пестиках, не стесняясь ни секунду, наоборот, находя в этом какие-то живые моменты и юмора в том числе, понимая, с какой аудиторией он имеет дело, почему нет? Профессионал занимается своим делом. Я бы вела институт психологии в школе снова, чтобы в каждой школе был психолог. Хорошо, пускай это психолог-сексолог. Ну, не надо это делать как урок, можно прийти к нему и пообщаться, если у кого-то есть вопросы. Вот просто можно сказать, вот мне хочется поговорить на эту тему и зайти в кабинет к этому психологу. Ну, сексолог, не знаю, ну, может быть, врач-психолог, не знаю, как назвать, психолог-консультант подростков, но опять это должен быть отдельный, как какой-то институт, я не знаю, как-то надо отдельно их воспитывать, отдельно образовывать, чтобы они были заточены только на вот этот вот контингент своих слушателей, да, или пациентов, потому что тоже нельзя любого психолога отправить к подростку. Кто-то более жесткий, кто-то сам не состоялся в своей жизни. Я за физиологию как часть семьи, вот как часть семьи. Давайте ведем семейное воспитание в школе. Александр Сергеевич, ну вот вы говорите о том, что с родителями поговорить неловко, да. Это, ну, так исторически сложилось, культурно, социально, что вот такие темы как-то не обсуждаются. А с каким-то дядькой или с какой-то теткой прийти... Спокойно. Ну, как спокойно? Потому что она потом для нее, для этой тетки и дядьки это не будет аргументом в каком-то споре или в какой-то конфликтной ситуации унизить свою дочь или своего, скажем, сына. Давайте я озвучу результаты одного исследования статистического. Институт возрастной физиологии РАН провел исследование и выявил, что почти 80% родителей не готовы обсуждать со своими детьми тему секса. Но при этом, при этом большинство народонаселения также придерживается позиции Марии о том, что в школе вводить уроки сексуального воспитания не нужно. Так, ну, как тогда? И я сам стесняюсь, и как-то... Во дворе старшие ребята будут тогда учить. Неизвестно, что лучше. Но опять, я говорю, тут надо еще подходить, как ни странно, вот с медицинской точки зрения. Потому что вот эта зараза, которая тут спит, которая распространяется, и неизвестно, что нас еще ждет. Вот впереди какие-то всякие напасти, болезни, которые, как мы сейчас знаем, там выращиваются в пробирках и засылаются к нам сюда. Мы этого еще ничего не знаем. Можно ваше мнение относительно вот этого 80%, которые и сами не могут, и не могут делегировать? Замкнутый круг, действительно. И, наверное, психологи должны говорить с родителями, или родители должны обращаться к психологам, как правильно говорить с детьми. Надо в том числе и на телевизионных программах постоянно поднимать тему возможности обсуждения этих тем дома, поднимать авторитет родителей в семье, которые тоже, кстати, сейчас весьма условные. Родители не слушают. И дети сейчас такие, что они все время спорят с родителями. Это никто, кроме родителей, не может сделать. И когда, в какие времена дети не спорили с родителями? Ну вот я все равно за выстраивание вот этих цепочек доверия, за возможность находить вот эти вот точки соприкосновения со своими детьми, пытаться услышать, как они живут, чем они живут. Да, смотреть, может быть, эти интернет всякие, интернет-контент, куда заходят наши дети. Обязательно контролировать соцсети. Ну, практически, практически, проконтролировать сегодня это никак нельзя. Нельзя. Порно в двух кликах, вот просто два движения пальца. Ну, ему родители отключили, у Пети есть это, Петя включил. Они вдвоем смотрят, слушай, как интересно. Ух ты! Ну, интернет без порно. Зло в этом смысле, потому что это, конечно, бич-бич наше время. А зло ли? Ну, во всех культурах, я не знаю, в японские гравюры были сексуальные картинки. Я не знаю, насколько сын самурая маленький мог посмотреть у папы эту гравюру, но все равно это было во всех культурах абсолютно. И Велиндорфская Венера... А Египет! Да, тоже индийские все эти, они на стенах, но люди маленькие шли и видели. Извините, можно пойти в Пушкинский музей, посмотреть обнаженные античные скульптуры и увидеть, как устроено тело, да. Но опять-таки родители должны об этом говорить. Вот какие-то давать пояснения. И здесь, друзья, мы в нашем третьем акте пришли к кульминации и с репликой «Вот это поворот». Я с удовольствием вам скажу, что у нас сегодня на программе спорят друг с другом отец и дочь. И те самые пятеро детей Марии, это почти все, за исключением двух, внуки Александра Сергеевича. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, дедушки вы пришлете парней поговорить? Да, да, конечно. Дедушки, которые считают, что нужно в школе, чтобы говорили. А вы с внуками готовы сами обсудить? Ну, один меня уже научит. Ему 26 лет. Егор, ему 26 лет. 25 будет, 26. 26, да. Вот. А Сашка, маленький еще, ему 9-8. 8. 8. А вот сейчас, ну давайте сейчас мне конкретно про Александра младшего. А вот эти вот 8-9 лет, у меня просто сыну 7. Вот эта граница уже, вот-вот уже скоро. Нет, нет, нет. Когда, когда еще, вот завтра, как говорил Ленин, там будет поздно. Да, сегодня поздно. Сегодня рано, завтра поздно. Вот как эту границу понять, когда самому поговорить, когда отправить к специалисту, если ты сам, ну не находишь слов, способов и не можешь преодолеть какое-то собственное стеснение, не стеснение ребенка. Как поступить-то? Ой, не знаю, не знаю. Для меня тут в этом предложении надо поставить многоточие. Но тем не менее, вот у вас 5 родителей, у вас 7 внуков. Внучат. Когда внуки и внучки внучат. А в мире уже вот уже почти полгода, как 8 миллиардов человек, то есть человечество находит как-то способы размножаться. Да, размножаться, и дети сами все узнают. Но давайте вот поговорим об этих проблемах. О ранней нежелательной беременности. Ну совсем ранней. Ну какая там программа была, беременна в 16? Ну такое. Организм справится, а психик это вот не факт. О действительно спиде и о целом букете известных нам неприятных заболеваний. Но ребенок должен знать о том, что это представляет опасность. Он знает о том, что весь элитар с тобой чихают, можешь заразиться гриппом, а о том, что можно заразиться венерическими болезнями. Ну как это сказать? Можно фразу одну? Гениальная фраза у Михаила Михайловича Жванецкого. Одно неловкое движение и ты отец. Все. Такая маленькая, но объемная фраза. На мой взгляд, вот если действительно там, ну, с девочкой это случилось, она действительно сама ребенок, то надо обязательно рожать. Почему? Потому что мы знаем массу случаев, когда родители говорили, нет, 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 освобождайся. А потом у этой девочки, девочка это потом не могла родить, и она всю жизнь проклинала своих родителей, что они не дали ей почувствовать чувство материнства и родить своего ребенка. Вот это очень... Абсолютно согласна, абсолютно согласна. Да, надо говорить, что в результате отношений может появиться ребенок и объяснять, безусловно, что это... И ответственность очень важна. И ответственность. Я с этого начала, я хочу этим закончить, что должен быть предмет семейного воспитания, семейные отношения или воспитание там отцовства... Мария, но в части семейного воспитания должно быть, должен быть тогда раздел, глава, несколько глав. Может быть, да, и так. Может быть, в этой части будет глава физиология как часть семьи, но об этом надо говорить с точки зрения ответственности мальчика перед женой, своей будущей, да, девочке за то, что если ты вступаешь в отношения, значит, ты можешь стать мамой, а что дальше? Ты что, аборт пойдешь делать, если тебе 16 лет? Нет, значит, ты будешь рожать ребенка, потому что аборт это плохо, это убийство ребенка. И с риском не родить, и вообще с тяжелейшей травмой, с тем, что это просто убийство, об этом уже все говорят, это убийство живой души. И тогда надо уже говорить, хорошо, тогда будем рожать. Но тогда ты понимаешь, что любовь, вот семья и так далее и тому подобное. Но все это связано, я говорю о том, что это должно быть в единой связи, вот всех этих аспектов. Ну, был случай, когда, значит, девочка родила двойняшку, а мальчик говорит, а почему двое, я с ней был только один раз. Вы понимаете, второй не мой. Ну, самый уровень образования. Почему двое-то? Понимаете? Ну, тоже хотел вспомнить анекдот, который старый, наверное, годов 60-х, я не знаю, но ему очень много лет, и очень много лет проблеме, которую мы продолжаем обсуждать, когда папа приходит к сыну преодолевать, естественно, говорит, с ног, пришло время нам с тобой поговорить о сексе, и сын отвечает, папа, спрашивает, чего тебе там непонятно. Ну, практически оно так и выглядит. Так и выглядит, да. Мы все понимаем о том, что при этой беседе, при ее старте самом, возникнет неловкость и у тебя, и у твоего ребенка. Согласен с вами, что обсуждать это с дочерью, отцу, было бы мега странно. А вот, кстати, когда, например, неполная семья, да, когда мать одна или один отец, одиночка, такое бывает, как прибегнуть тогда? Отправить к бабушке? Очень, очень стрёмно. И мне другого слова не подобрать даже здесь. Вот как быть? Вот, Мария, это, скорее всего, к вам вопрос, потому что вот у такого ребенка, наверное, может быть, есть какой-то дядя, есть какой-то старший брат. Да, но все равно это какие-то, вот, совсем из ближнего круга. Ну, какой-то близкий друг семьи, может быть, дядя, может быть, какой-то, опять же, психолог-мужчина, может быть, с кем-то поговорить, сначала понять, как он это объяснит. Ну, вот, психолог-мужчина, это часть сексуального образования, то есть вы не совсем противница-то этого. Я так понимаю. Но все равно тогда мама должна поговорить с этим психологом, если, допустим, нет папы в семье, или мама должна действительно обратиться к дяде, или там к своему папе, к дедушке. Почему? Если вот такая возникла ситуация, объясни как-то, вот как мне преодолеть эту неловкость, поговорить с моим сыном, расскажи, как это бывает. И, наверное, как-то так. Но опять, только тому человеку, которому она доверяет, и который подаст это нормально, грамотно как-то. Здесь все-таки мы за здравое делегирование. Анастасия, я сам запутался, и сам пока, вот, как говорил Александр Сергеевич, для себя ставлю многоточие в этой теме до, надеясь, поймать возраст своих детей, когда придет время с ними разговаривать или отправлять к тому, кто с ними об этом поговорит. Что думаете вы по результатам нашей сегодняшней дискуссии? Да я думаю, что как-то... Я уже сказала после предыдущего раунда, что, конечно, нужно и то, и другое. Нужно и, конечно, родителям быть более ответственно, подходить к своему родительству не только в плане там выкормить, научить, ходить и в школу отправить, но как бы и дальше. Вот, но, конечно, должен быть какой-то человек со стороны, который научит... Ну, может быть, даже не каждая мама сможет грамотно объяснить там, что с девочкой происходит, потому что там перед тем, как девочка созревает, это не просто вот так случается. Да потому что мама сама не знает, потому что ее тоже в свое время не особо научили. Да, это какой-то процесс, и ты не понимаешь, что с тобой происходит, и ты к этому не готов. У меня там, например, не было какой-то травмы, потому что я... Мама рядом со мной была в этот момент. И я к маме обратилась не потому, что я ей на тот момент сильно доверяла, а потому что я была такая трусиха, что я... Мама, что со мной происходит? Вот, а это же может случиться, ну, неизвестно когда. Вот, и девочка как бы заранее должна быть. Поэтому все-таки это... Даже эти разговоры должны быть не то, что вовремя, а чуть-чуть заранее. Все-таки, может быть, надо школу привлекать. Но в любом случае, я вот представляю, если такой предмет или там раздел появится в школе, то первое время, конечно, это будет очень тяжело, и будут споры, и как бы тоже уйдет, наверное, несколько поколений школьников, которые будут, ну, такими подопытными кроликами. Как им это объясняют, как они там на это реагируют. Вот, и на это и уйдет какое-то время на оттачивание вот этой истории. Да-да-да, конечно. Я бы предложила все-таки в контексте предмета, а предмет бы назвала так основой семейной культуры или основой культуры семьи. И вот там, в контексте этого предмета, который можно ввести, вот там, ну, может быть, даже с восьмого класса, коль они так рано развиваются, каким-то таким отдельным направлением, вот основу физиологии, но именно в контексте семьи. И очень бы это все связало, ну, тут опять же надо думать, как подать, чтобы понимали, что вот след за этим следует вот это. Вот перечинно-следственные связи, что любовь дальше, возможность беременности, дальше желательно, чтобы вы поженились, дальше у вас будет это-то-то-то. Но обязательно в контексте семьи. Я бы сделала так. Как вариант, открытый урок, когда приходят родители и все обсуждают, и стыдно абсолютно всем. Анастасия, я должен спросить, все-таки на чьей стороне по результатам трех раундов вашей симпатии? Ну, все-таки больше я склоняюсь, да, к позиции Александра Сергеевича, но я, конечно, с вами согласна очень во многом, что и, может быть, эту дисциплину нужно расширить, не только там половое воспитание, но и семейное воспитание. Это тоже очень-очень важно. Да. А теперь переходим к практическим занятиям. Замечательно. Маленький офф-топ, друзья. Хотя, почему офф-топ? Мы встречаемся с Александром Сергеевичем накануне его 80-летнего юбилея. Давайте его поздравим с наступающим. Пожелаем доброго здоровья. Спасибо. Ну, и почему это, в общем, не отступление от темы? Потому что, в том числе благодаря сексуальному воспитанию, мужчина является мужчиной, и вы образец мужчины для многих и многих зрителей, которые вас очень любят. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Процесс формирования личности всегда индивидуален и невозможен без представления о межличностном взаимодействии. И такой важной его составляющей, как секс. И все, что с ним связано. Но каким образом ребенок должен получить эту информацию без вреда для психики, каждый родитель должен решать сам. Это была «Точка принятия». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...